Божьи слова на каждый день Будущих испытаний Что бы ни говорил Бог Сосредотачивайся только на вхождении в Его слова Когда Бог скажет, что начнет обличать людей Прими Его обличение Когда Бог попросит людей умереть Прими это испытание Если ты всегда будешь жить в новейших Его речениях В конце концов, слова Божьи сделают тебя совершенным Чем больше ты будешь входить в Божьи слова Тем быстрее будет твое совершенствование Почему в беседах с вами Я раз за разом прошу вас знать Божьи слова и входить в них Святой Дух имеет возможность работать в тебе Лишь когда твое стремление и опыт происходит в Божьих словах И когда ты входишь в реальность Его слов Поэтому все вы участники каждого из методов Которыми работает Бог И какова бы ни была степень вашего страдания В конце все вы получите подарок на память Чтобы достигнуть своего окончательного совершенствования Вы должны войти во все Божьи слова Совершенствование людей Святым Духом Процесс не односторонний Он требует от людей сотрудничества Ему нужно, чтобы каждый сознательно сотрудничал с Ним Чтобы не говорил Бог Сосредотачивайтесь только на вхождении в Его слова Это будет полезнее для вашей жизни Все это ради достижения перемены в вашем характере Когда ты войдешь в Божьи слова Бог тронет твое сердце И ты будешь способен познать все Чего Он желает достичь на этом этапе своей работы И обретешь решимость достичь этого Во времена обличения были полагавшие Что то был некий метод работы И не верившие в Божьи слова В результате они не подверглись переплавке И вышли из времен обличения Ничего не обретя и не поняв Были некоторые Истинно вошедшие в эти слова Без крупицы сомнения Говорившие, что слова Божьи Непогрешимая истина И что человечеству надлежит быть обличенным Какое-то время они вели там борьбу Отказываясь от собственного будущего И участи А когда вышли из этого Их характер подвергся некоторому изменению И они обрели более глубокое понимание Бога Все те, кто вышел из обличения Ощутили красоту Бога И осознали, что этот этап работы Воплощает не сшедшую в них Великую Божью любовь Что это завоевание и спасение Божьей любовью Они говорили также Что Божьи мысли всегда благи И что все, что Бог делает в человеке Происходит от любви А не от ненависти Те, кто не верил в Божьи слова Кто не обращался к Его словам Не подверглись переплавке во времена обличения И в результате Святой Дух не был в них И они ничего не обрели Что же до тех, кто вошел во времена обличения Хотя они и подверглись переплавке Внутри них Святой Дух работал скрыто И в результате характер их жизни изменился Некоторые внешне по всем признакам Казались весьма позитивными Весь день пребывали в хорошем настроении Но они не вошли в состояние переплавки Божьими словами И поэтому вовсе не переменились Что стало следствием того Что они не верили в Божьи слова Если ты не веришь в Божьи слова Тогда Святой Дух не будет в тебе работать Бог является всем верящим в Его слова И те, кто верит в Его слова и принимает их Будут способны обрести Его любовь Чтобы войти в реальность Божьих слов Нужно отыскать путь практики И уметь воплощать в практике Божьи слова Только так в характере твоей жизни Произойдет перемена Только таким путем Бог может совершенствовать тебя И только люди, которых Бог Таким образом сделал совершенными Могут соответствовать Его воле Чтобы принять новый свет Ты должен жить в Его словах Того, чтобы Святой Дух Тронул тебя лишь единожды Совсем недостаточно Нужно зайти глубже В тех, кто был тронут лишь единожды Пробуждается внутреннее усердие И они желают искать Но долго длиться это не может Необходимо, чтобы Святой Дух Трогал их постоянно В прошлом я много раз упоминал О своей надежде на то Чтобы Дух Божий трогал Дух людей Так, чтобы те стремились К переменам в характере своей жизни И ища того, чтобы Бог тронул их Осознали свои недостатки И в процессе переживания Его слов На опыте Отбросили в себе то, что нечисто Не думайте, будто достаточно Лишь проявлять инициативу В принятии нового света Нужно также и отбросить все негативное С одной стороны Вам нужно входить в позитивном аспекте А с другой В аспекте негативного Избавляться от всего, что нечисто Ты должен постоянно исследовать себя Чтобы увидеть, что нечистого Еще есть в тебе Религиозные представления Намерения Надежды Ханжество И заносчивость Человечества Нечисты Загляни в себя И сопоставь все это Со всеми Божьими словами Откровения Чтобы увидеть Какие у тебя есть Религиозные представления Отбросить их ты сможешь Лишь по-настоящему их распознав Некоторые говорят Сейчас достаточно просто Следовать за светом Нынешней работы Святого Духа Ни о чем другом Беспокоиться не нужно Но с другой стороны Когда всплывут Твои религиозные представления Как ты будешь от них Избавляться Думаешь следовать Сегодня словам Божьим Так просто? Если ты религиозен То религиозные представления И традиционные Богословские теории В твоем сердце Могут вызвать нарушения А когда возникает Нечто подобное Это мешает тебе Принимать новое Все это Реальные проблемы Если ты только стремишься К нынешним словам Святого Духа Исполнить Божью волю Ты не можешь Одновременно с тем Чтобы стремиться К нынешнему свету Святого Духа Ты должен распознать Какие питаешь Представления и намерения Какое в тебе Есть человеческое ханжество И что из твоего поведения Представляет собой Непослушание Богу А распознав все это Ты должен это Отбросить Ты должен оставить Свои прежние поступки И поведение Ради того Чтобы у тебя была Возможность Следовать словам Которые произносит Сегодня Святой Дух Перемена в характере С одной стороны Достигается Через Божьи слова А с другой Требует сотрудничества Со стороны человечества Есть Божья работа И есть человеческая практика И то и другое Совершенно необходимо Субтитры создавал Dima